Я думаю, что белорусское общество полностью вложилось в этот процесс, и в его подготовительную фазу, и в агитационный процесс, и, собственно, в голосование. И очень высокая явка была на этапе досрочного голосования. Люди активно пошли голосовать, потому что понимали, что это принципиально важно для нашей страны. И вот когда я работал на встречах с коллективами трудовыми, с избирателями, с гражданами, везде звучала эта мысль, что сейчас выборы – это неформальность. Они никогда и не были формальностью, они всегда были важным вкладом в развитие нашего общества. Но сейчас пришло понимание того, что это определяет нашу судьбу, наше будущее, каким оно будет. А за свое будущее, за будущее своих детей люди готовы бороться. Когда президент встречался с руководителями партий, общественных объединений, он сказал такую фразу «Неизвестно, какую роль вам предстоит сыграть». Вот к предыдущему парламенту, Совету Республики, Сенату выпал период 2020 года коронавируса, вот этих вот цветной революции попытки, мигрантского кризиса, кризиса, связанного со специальной военной операцией. И геополитическое развитие событий благоприятных нам времен не сулит. Партия «Белая Русь», вы лично готовы к предстоящей пятилетке? Я думаю, что президент был абсолютно прав в том, что он ставит более сложные задачи перед белорусским парламентом, да и перед всем белорусским обществом и государством. Он всегда говорит, расслабляться нельзя никому, ни исполнительной власти, ни законодательной, ни гражданскому обществу, никому. Я думаю, что вызовы, которые будут в предстоящей пятилетке, будут очень жесткими. Рискну сделать прогноз, что может быть даже более жесткими, чем в предыдущей пятилетке. Потому что схватка с уходящим гегемоном Запада, Западом, входит в решающую фазу. И, судя по всему, он готов на все, что угодно. На развязывание любых конфронтаций разного плана, горячей войны, использование биологического оружия, чего угодно. И в этом смысле все субъекты общественной, политической жизни, будь то государственной, негосударственной в нашей стране, к этому должны быть готовы. Что касается парламента, конечно, ему предстоит и участие в президентских выборах 25-го года, активнейшее участие по поддержке нашего президента и по развитию института президентства, института государства в нашей стране. Что еще я вижу? Я думаю, что те люди, которые баллотируются в парламент, и за которых голосовали наши граждане, они смогут быть более активными в медийном плане. Потому что работа ведется не только по линии силовых структур, по линии борьбы экономик, но и по медийной линии. Нам надо завоевывать и удерживать умы людей, не проиграть ни в коем случае в этом направлении. Здесь парламентарии, мне кажется, смогут сыграть свою весомую роль. Партия Беларусь шла мощной программой и мощным коллективом. Ну, голоса еще не подсчитаны, мы скоро узнаем, кто попал в палату представителей, в Мингорсовет и так далее. Но, тем не менее, вот такой мощный костяк. И вы, я скажу так, рискнули. Рискнули назваться партией сторонников президента. Ведь это же огромный риск. Более того, это крест фактически. Это ни в коем случае не привилегия какая-то. Ни в коем случае. И мы действительно, партия сторонников президента, об этом четко сказано в нашей программе. И та программа избирательная, которую мы подготовили, единая программа кандидата для всех наших однопартийцев, являвшихся кандидатами в депутаты разного уровня, она фиксирует именно это, то, что мы партия сторонников президента. Это накладывает на нас ответственность. Какую? На законодательном уровне, в законодательной деятельности проводить линию, которая направлена на обеспечение политического курса, заданного главой государства. В сфере информационной деятельности это максимальное информирование белорусского общества о тех результатах, которые уже сейчас есть в нашей стране, которые надо ценить, которых надо отдавать себе отчет. Но и по всем иным направлениям это работа, тяжелая работа, связанная с поддержанием, усилением политического курса нашего президента. Мы смотрим в историю, и были разные периоды. Были периоды, когда партия вставала рядом с властью и совершала грандиозные задачи. А был период, когда изменилась политическая ситуация, геополитическая ситуация. Сама власть приступила к разрушению всего того, что было выстроено за много лет путем и великих свершений, и великих страданий. Но сама власть начала разрушать. И 20 миллионов партийцев сказали, ну, а что мы сделаем? Вот вы смотрите, как философ уже, наверное, вот такие риски видите. И как будете с ними бороться? Григорий, вы правильно говорите. Это сложная вообще историческая, философская историческая проблема. Почему в жизни общества происходит надлон, например? Почему оно начинает угасать и добровольно отдает свои достижения в руки своим врагам? Но мне кажется, что наше белорусское общество находится на историческом подъеме. И я вот анализирую исторические периоды, будь то древней истории, будь то нашей новой, новейшей истории. Вижу следующее, что сейчас наше белорусское общество получило новый энергетический толчок, получило импульс к развитию. Оно вырвалось из удушающего кризиса, из той ситуации, в которую нас толкали, в которую ввели нас вот эти бочебесы, от которых мы сейчас достаточно успешно и результативно избавляемся. Ведь чего они хотели? Они хотели, наряду с прочим, погрузить вот в этой затхлости, токсичности враждебных белорусскому обществу идей и смыслов. Тех идей, которые являются отравляющими для сознания человека, которые парализуют его волю, парализуют его деятельность, не позволяют ему ставить перед собой большие задачи, высокие цели. Сейчас у белорусского общества этого нет. Оно поставило перед собой органичные и возвышающие его цели и идеалы. Это сбережение своей исторической памяти и сохранение исторической правды. Это сбережение института семьи. Это развитие нашего государства как самостоятельного, исторически вызревшего субъекта и исторического творчества. И вот все эти задачи, они позволяют мобилизовать энергию общества, позволяют идти ему успешно по пути прогресса. Я думаю, что находясь вот на этом витке исторического развития, на этапе восходящего, прогрессивного развития, ни само общество, ни его часть, белорусская партия Беларусь не откажется от вот этого возвышающего движения и будет идти по пути и созидания, и поддержки главы государства. Как по мне, гениальное решение президента и нашего общества, которое это поддержало, предложить выдвинуть философа во главу партии. Потому что есть управленцы, и это прекрасные люди, мы их всех знаем. Но современный мир, он возрождает противостояние идей. Он возрождает противостояние идеологий, если так угодно. Возрождаются исторические смыслы. Мы видим, что притязание Польши на наши земли, это их историческая боль, а не какая-то там сиюминутная политическая. Вот какое у нас есть оружие, какая наша сила вот в этой борьбе смыслов, идей, философии? У нас есть идеология нашей страны. У нас есть идеология белорусской государственности и есть те смыслы, которые мы заложили в Конституцию и которые, с моей точки зрения, сейчас определяют интеллектуальное поле нашей страны. Это историческая память и правда. Это консервативные ценности Родины, веры, семьи, труда, справедливости. И вот все это сейчас является той духовной основой, которая поможет нам победить. Я глубоко уверен в том, что именно это сейчас является фактором нашей исторической победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова